Если водку заменить на простоквашу, то революцию как рукой снимет, говорил Михаил Челышов. Выходец из крестьян, он стал сначала купцом первой гильдии, а затем городским главой и членом Государственной Думы. Именно благодаря его стараниям в России в 1914 году приняли сухой закон. С неистовой страстностью он боролся с пьянством. Самое существенное это то, что Михаил Дмитриевич прожил яркую и короткую жизнь, но он увидел результат своих усилий. Активный поборник здорового образа жизни Михаил Челышов многое сделал для Самары и России. Он активно развивал экономику и строительство. При нем возвели те самые челышовские дома, буквально символы Старой Самары. И в год 150-летия апостола трезвости Самара провела несколько праздничных гуляний и встреч. Считаю, что 150-летний юбилей Михаила Дмитриевича Самара встретила достойно. Работа по сохранению памяти о великом гражданине Самары мы обязаны все продолжать. И, конечно, будем это делать администрацией города, всеми нашими структурами. В ближайшее время в Музее истории города имени Челышова обновится экспозиция, а также в школе номер 16 продолжатся челышовские чтения. Здесь никогда не ставится задача обеспечить то, что называется массовость. Главная задача чтения, чтобы тот, кто пришел на них, он обязательно бы продумал, ради чего это делается, что новое он может открыть. Челышовские чтения проходят уже третий год. Собирают десятки юных самарцев, неравнодушных к истории своего города и людей, которые эту историю создавали. Улица Фрунзе, бывшая Саратовская. Мало кто знает, но в 1915 году она на несколько лет получила имя Михаила Челышова. Сейчас, спустя больше ста лет, участники челышовских чтений работают над проектом, чтобы отразить на улице Саратовская Челышова-Фрунзе все ее названия. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов. События.